Уважаемые наши слушатели, всем добрый день. Мы рады вас сегодня приветствовать. Видим, что вы к нам присоединяетесь. Очень рады каждому гостю, каждому слушателю, каждому нашему подписчику. Всем здравствуйте. Мы сейчас находимся в компании Dental Fantasy в нашем офисе и выходим в прямой эфир с довольно-таки актуальной темой, темой востребованной, фейс-ортодонтия у детей. Это тема, на которую мы получаем больше всего заявок от вас, наши подписчики, наши родители. Каждый день мы консультируем онлайн родителей и пациентов в связи с тем, что есть вопросы по правильному формированию прикуса и правильному формированию лица. По вашим заявкам мы готовы сегодня рассмотреть актуальные вопросы из темы фейс-ортодонтия, а также взаимодействовать с вами в качестве диалога и будем рады ответить на ваши вопросы. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите ваши вопросы. Будем давать вам обратную связь. Всем здравствуйте. Я бы хотела сказать, что лучшее время для всех нас – это время, которое проведенное с пользой. Поэтому мы максимально работаем для того, чтобы эта информация была для вас полезна и для того, чтобы это было максимум информативно. Тема сегодняшняя фейс-ортодонтия – это очень показательная тема, потому что здесь все говорит само за себя. Ребенок непрерывно растет, непрерывно развивается, и его лицо – это лучший образец и показатель того, какие результаты можно достичь. Скажем так, это ортодонтия без слов, когда мы можем дословно и понятно объяснить как родителю, так и ребенку, как результат лечения, так и вес, прогресс и процесс лечения. Фейс-концепция – это не новая концепция во всей ортодонтии, потому что всю ортодонтию можно назвать определенной лицевой отраслью в стоматологии. Лицевая ортодонтия – это непрерывное развитие зубов, непрерывное развитие челюстей и непрерывное развитие всего лица в целом. Но в этом сегменте лицевой ортодонтии есть два основные направления. Это направление функциональной ортодонтии и направление ортодонтии челюстной, когда мы больше работаем с механическими аппаратами. Эти основные подразделения функциональной ортодонтии и ортодонтии челюстной делают два разных варианта выбора для родителей – лечиться ли на механических аппаратах, либо лечиться на функциональных аппаратах. И концепция FACE больше всего интересует нас, врачи и родители, с той точки зрения, что есть единый подход к функциональной проблеме и к проблеме челюстной. Мы можем одновременно работать и на функциональных аппаратах, и работать на аппаратах для расширения челюстей. FACE – это Functional and Cosmetic Excellence. Так называемое функциональное и эстетическое единство всего лица, когда мы рассматриваем и единство задней опорной структуры сустава, и единство основных опорных жевательных зубов для того, чтобы был правильный прикус и правильная работа у ребенка на всю жизнь. И, конечно же, немаловажная эстетика улыбки и эстетика внешнего вида наших передних зубов, что важно и для ребенка, и для родителей. Вот эти первые три составляющие – опора задняя в виде сустава, жевательные зубы и передние зубы – составляют так называемую жесткую матрицу, либо жесткий каркас для нашего прикуса. Но также невозможно отсоединить мягкотканные структуры, то есть эстетику всего лица. Это и мышцы, и зона губ, и зона носогубного треугольника. Это вся средняя и нижняя зона лица. Ортодонтия уже давно перестала быть ортодонтией зубной. Это ортодонтия челюстей и, даже более того, ортодонтия всей средней и нижней зоны лица. Во взрослом сегменте есть целое направление антиэйдж-ортодонтия, когда посредством изменения прикуса можно достичь достаточно значительных изменений лица в целом. Сегодня же мы поговорим о детском сегменте, о фейс-ортодонтии у детей, о так называемой самой ранней ортодонтии. Для того, чтобы понимать, где мы находимся, нам нужно точно понимать нашу стартовую позицию. И только с этой стартовой точки мы будем знать, куда наметим. Вот точка старта для ребенка должна быть ориентирована на правильное развитие лица и правильное развитие функции. Это так называемый горизонтальный тип роста, когда развивается гармоничное лицо. При этом, как видно на первом слайде, верхняя челюсть должна смещаться в большей части вперед и в меньшей части вниз. Так называемый небольшой передний-нижний вектор развития всего верхнечерепно-лицевого комплекса. Если есть определенные нарушения в раннем возрасте, такие как вредные привычки, это самые первые нарушения, такие как ротовое дыхание, верхний челюстно-лицевой комплекс может смещаться не вперед, а вниз, развиваясь по типу вертикального типа прикуса, либо вертикального лицевого роста. Это достаточно важно, потому что мы должны четко понимать, что мы имеем и куда мы стремимся, к какому типу лица и какому типу прикуса мы хотим в конечном итоге прийти. Сейчас я хочу показать коротко развитие горизонтального и вертикального вектора прикуса, и мы посмотрим небольшую анимацию. В горизонтальном типе роста верхний челюстной комплекс смещается вперед и вниз, образуя так называемый хороший угол выпуклости лица и хорошее гармонично-объемное лицо. При вертикальном типе роста у нас есть определенные изменения в основании черепа, которые побуждает верхнюю челюсть смещаться вниз, за ней смещается нижняя челюсть, изменяется ее анатомия, челюсть вытягивается, у нее становится более открытым угол, и лицо приобретает вот такой вот негармоничный профиль, так называемое длинное и узкое лицо. Конечно же, мы не можем говорить о лице в целом, только смотря на ребенка и видя фотографию. Мы обязательно исследуем развитие челюстей и тип прикуса при помощи компьютерной томограммы. Компьютерную томограмму мы проводим практически каждому ребенку, с которым мы начинаем комплексно взаимодействовать. Здесь мы изучаем и углы основания черепа, и углы основания челюстей, и смотрим, насколько гармонично находятся нижние треугольные, которые вы видите на рисунке, как находится расположение оси позвоночника, какие параметры носоглотки, какие параметры положения языка, развивается ли аденоидная вегетация у ребенка. То есть в этом снимке мы понимаем и получаем всю информацию о будущем развитии ребенка. Мы, конечно, не можем выращивать лицо на заказ. Многие родители хотят получить маленькую мисс Джоли. Конечно же, это не у всех возможно. Каждое лицо имеет свой индивидуальный уникальный код, и он, конечно же, неповторим. Но мы можем помочь развиваться этому лицу в правильном направлении. Мы можем сделать из каждого ребенка индивидуальную гармоничную личность без определенных нарушений и без проявления каких-то комплексов со стороны развития челюстей. Когда мы расшифровываем лицо каждого ребенка, у нас есть такие параметры, которые называются гармония-бокс. Это определенная шкала. Вы видите, она здесь показана зелеными-красным цветом, которые нам очень образно и очень четко сигнализируют о том, находимся ли мы в зеленой желаемой зоне. Это зона, скажем так, безопасности, зона гармоничного развития лица. Либо находимся в отклонениях в красной зоне к сигнальной зоне, либо в пограничной зоне, желтой зоне. Поэтому каждое лицо можно понятным образом прочитать родителю, получив вот такой вот образный анализ гармония-бокс. Конечно же, на первом месте по выявлению нарушений развития прикуса мы можем поставить вредные привычки и ротовой тип дыхания. Это те нарушения, которые можно выявить как можно раньше и нужно выявить как можно раньше. Врач-ортодонт – это прежде всего диагност. Мы работаем в очень тесном контакте с ребенком, приглашаем на наши осмотры уже с возраста 2-3 лет, когда устанавливается молочный прикус, и далее в возрасте 4-5 лет. И очень долго мы наблюдаем за ребенком, мы консультируем, осматриваем, делаем динамические фотографии, пока без никаких снимков рентгенологических, просто фотографий. То есть мы наблюдаем, как растет ребенок, какие у него есть функции правильные, и есть ли отклонения от нормы. Потому что это очень важный момент – не упустить. И ортодонт, работая с маленьким ребенком, это прежде всего педиатр-ортодонт, который может просигнализировать родителям о том, что есть некая проблема. Ортодонт работает, конечно же, в этом раннем возрасте не один. Мы работаем в команде. В нашей команде находится и врач ЛОР, который помогает корректировать нарушения носового дыхания, анатомические нарушения, физиологические, обструкции носового дыхания. С нами находится врач-ортопед, и с нами находится в тесной связке, в тесной работе врач-логопед, с нами находится логопед, педагог. Поэтому прежде всего у нас есть команда и комплексная работа. И для правильного гармоничного развития лица не стоит ждать прорезывания первых постоянных зубов. С ребенком нужно уже заниматься с раннего возраста и, конечно же, за этим следить. Прежде всего, это осмотры, это еще не побуждение к лечению. В ротовом типе дыхания у нас есть классические признаки. Это так называемое несмыкание губ, когда губки достаточно мягкие, когда губки имеют малый тонус, когда есть слабый мышечный каркас, когда есть небольшое даже опущение верхнего века, когда есть изменение подглазничной области, когда есть уплощение щечек. На профиле мы видим, есть немножко даже вздернутый носик, и есть смещение всего профиля по направлению к сзади. То есть и верхняя, и нижняя челюсть здесь не гармоничны, а они смещены к сзади. Так называемый формируется длинный тип лица и плоский тип лица. Хотелось бы, конечно, в этом раннем возрасте это исправить и провести коррекцию. Родители чаще обращаются, пожалуйста, внимание на контроль правильных функций. Мы должны всячески избегать любых вредных привычек и любых нарушений, которые связаны с неправильным дыханием. Правильное дыхание – это, прежде всего, баланс внутренних органов и внешних мягких органов. Это языка, баланс, баланс губ и баланс щек. Когда ротик, у нас герметичные губки сомкнут, и ребенок классически дышит носом, верхняя челюсть достаточно хорошо поддерживается изнутри благодаря мышечной активности языка. Верхняя челюсть имеет достаточно хороший размер, желаемый, нужный размер для того, чтобы смена зубов проходила беспрепятственно, чтобы все наши постоянные зубы прорезались правильно и гармонично. Как правило, этот параметр соответствует более 40 мм. И всегда при проведении диагностики мы измеряем расстояние между жевательными зубами для того, чтобы определить, достаточно ли есть ширина свода неба у ребенка и достаточно правильно ли ребенок может удерживать язык на небе. При нарушении носового дыхания, при ротовом дыхании, при аденоидном типе лица язык лежит на нижнем этаже. Язык занимает низкое положение. При этом верхняя челюсть и купол неба свод не получают нужной поддержки от мягких тканей, и верхняя челюсть сужается. Это серьезная проблема, с которой нужно работать как можно раньше. В ортодонтии первой, профилактической, так называемой, мы работаем с миофункциональными аппаратами. Это прежде всего аппараты-тренеры. Аппараты, которые помогают тренировать мягкие ткани, тренировать язык, тренировать губы, тренировать щеки, тренировать правильную привычку работать языком, губами, щеками и правильно удерживать при этом нижнюю челюсть, которая подтягивается благодаря всему этому мышечному каркасу. Это и первые правильные ортодонтические соски, если мы говорим о сосках. Это и тренеры первые, инфант, детские тренеры. Это первые тренировочные аппараты для упражнений дома, упражнения с бусинкой, упражнения со смыканием губ. Это первые аппараты для коррекции вредных привычек, аппараты для поддержания правильной позиции языка, так называемые аппараты-заслонки для языка, Это аппараты бампера для нормализации положения губ, жесткие тренеры, аппараты Френкеля, так называемые функциональные, достаточно сильные и достаточно очень мощные по своему действию аппараты. И аппараты самые элементарные, пластинки, с которыми можно работать в игровой форме, в тренировочной форме, раскатывая по ним бусинки. И в пластинках этих есть определенная зона, куда устремляется язык. Это все аппараты созданы для того, чтобы в полости рта ребенок чувствовал что-то новое, интересовался языком в этой зоне, этому новому и всячески развивал правильную работу языка, правильную функцию губ и правильную функцию щек. Второе направление в ортодонтии, с которой мы работаем, это механическая ортодонтия. И это уже ортодонтия для челюстей. Здесь мы работаем не столько с функциональными органами, не столько с мышцами, сколько мы работаем с твердыми структурами, с опорными структурами, с челюстями. При работе с челюстями, прежде всего, ведущая работа начинается на верхней челюсти. Верхняя челюсть является челюстью, ведущей в нашем прикусе. Именно от нее начинает формироваться правильный тип смыкания между двумя челюстями, между верхней и нижней. Поэтому залогом правильного прикуса будет хорошая объемная верхняя челюсть. Верхняя челюсть своим объемом должна быть больше, чем нижняя часть. И должна по типу телескопа, либо по типу матрешки перекрывать всю нижнюю челюсть. Только хорошая объемная верхняя челюсть может обеспечить формирование правильного прикуса в целом. Поэтому в возрасте, когда у нас есть уже все молочные зубы, либо в возрасте, когда начинается только смена зубов и появляются первые постоянные зубы, мы рекомендуем использовать аппараты-расширители. Аппараты, которые в своей структуре содержат твинт и помогают челюсти расти, способствуют росту ее в правильном направлении. Как правило, в большей части мы работаем с шириной челюсти, потому что ширина челюсти – это главный параметр для правильного развития комплекса прикуса в целом. Аппараты есть абсолютно разные по модификации. И с такими аппаратами мы работаем как с детками в раннем возрасте 4-5 лет, так и в возрасте 6-7-8 лет. Для каждого ребенка назначается свой индивидуальный аппарат и свой индивидуальный возраст, когда необходимо начать. Для одного ребенка это может быть возраст 4-5 лет, потому что у него будет выявлено стойкое изменение, стойкое нарушение по прикусу, которое нужно будет исправить сразу же. Для другого ребенка мы порекомендуем начать лечение в раннем школьном возрасте и прийти к нам к возрасту 7-8 лет. Для третьего ребенка, у которого будет необходимость лечиться двухэтапно и корректировать не только верхнюю челюсть, но и нижнюю челюсть и прикус в целом, мы порекомендуем обращаться еще и в более позднем возрасте, так называемый второй этап лечения – это возраст 9-10 лет. Поэтому здесь, конечно, в этом все многообразие как выбора самих аппаратов, так и оптимальной схемы, когда нужно начать лечение, когда оптимальный возраст для вашего ребенка поможет разобраться грамотно врач-ортодонт. У нас нет единого рецепта, что мы начинаем лечение только так, только в этой возрастной категории, только с детками этого возраста. Мы работаем с детьми очень-очень индивидуально. У нас находим, скажем так, такие точки соприкосновения, когда будет наиболее правильный и наиболее благоприятный рост и развитие для ваших челюстей. Аппараты, которые мы используем в своей практике, это аппараты в большей части несъемные, потому что в работе с детьми маленького возраста на первом месте стоит комфорт. И комфорт не только самого ребенка, пациента, но и комфорт врача, и комфорт родителя. То есть это такая так называемая трехзвеневая цепочка, когда нам нужно сделать лечение максимально быстрым, удобным для ребенка, быстрым и комфортным для родителя и достаточно эффективным для врача. С несъемным типом аппарата мы можем быстро решить эти задачи за 4, 5, 6 месяцев, в более позднем возрасте, за 10, 12, 15 месяцев и полностью решить вопрос с правильным развитием челюстей. Для альтернативы, альтернатива всегда есть несъемным аппаратам, мы применяем и съемные аппараты. Это аппараты такого же типа, аппараты расширители, аппараты механического типа, которые имеют в себе винт и которые помогают работать с челюстью в том же самом направлении, в ширину, в передне-заднем направлении и в других направлениях, если есть в этом необходимость. Сейчас я хочу продемонстрировать несколько показательных случаев, которые больше и лучше и объемнее смогут рассказать о методике, которую мы применяем у детей, потому что прежде всего это визуальная картинка и визуальная подача. Как говорится, по плодам узнаете их и всегда нужно смотреть на результат. Результат говорит больше сам за себя и если результат хороший, показательный, это говорит о том, что методика востребована и методика будет иметь место и пользоваться. В раннем возрасте у нас есть определенные несколько типов прикуса, которые мы рекомендуем корректировать как можно раньше. Это может быть самый первый возраст, возраст 4-5 лет. Это открытый прикус, длинный тип лица, вредные привычки и ротовое дыхание. К нам обратился ребенок, у которого прослеживались все эти изменения. Их можно было прочитать по лицу. Длинный тип лица, напряженное смыкание губ, достаточно мощный волевой подбородок. Была проведена необходимая коррекция. Мы видим, даже у ребенка на лице есть небольшие отпечатки в области подбородка. Это все говорит о том, что ребенок обязательный. Даже в этом юном возрасте ребенок выполняет все необходимые требования, необходимые упражнения. Нами был начат курс лечения на несъемном аппарате верхней челюсти. Аппарат работает по типу расширителя. Он расширяет верхнюю челюсть. И также мы работали дополнительно в домашних условиях в паре с аппаратом, который называется лицевая маска. Благодаря этим изменениям нам удалось достичь вот таких стойких изменений лица. Когда была гармонизирована высота нижней части лица, когда был исправлен открытый прикус. И были достигнуты все необходимые параметры для того, чтобы новые постоянные зубки прорезались в правильном направлении. Начинаем в молочном прикусе, имеем результат уже по постоянным зубам. Следующим типом коррекции, типом отклонения, которое необходимо лечить как можно раньше, это недостаточность верхней челюсти при длинном типе лица. Когда верхняя челюсть не развивается в нужном объеме. Так называемый третий класс прикуса, либо мезиальный прикус. Лечение мы проводили точно так же на аппарате расширения верхней челюсти и аппарате лицевой маски. Вот такая девочка у нас проходит лечение, у которой при улыбке визуализируются больше нижние зубы. При этом нижняя челюсть имеет тенденцию и смещаться еще в сторону. Была проведена коррекция, при которой верхняя челюсть получила новый объем. Верхняя челюсть получила новый объем не только в ширину, но и в переднем, заднем направлении. Лицо стало гармоничным. Больше видна теперь зона верхней челюсти. Курс проходил на таких же аппаратах. Аппарат верхней челюсти, несъемный расширитель и курс лечения лицевая маска. И мы достигли вот таких вот значительных изменений лица. Совсем недавно на приеме у нас были пациенты. И мама выразила очень приятный, вот такой вот очень теплый отзыв по поводу лечения своей дочери. Нам всегда очень приятно получать обратную связь от родителей. Мы тоже гордимся нашими результатами. И всегда хочется демонстрировать и вселять надежду другим родителям в то, что такие изменения возможны. Также в раннем возрасте мы корректируем обратный прикус с выраженным ростом нижней челюсти. Это тот тип прикуса, когда нам необходимо как можно раньше начинать коррекцию. Потому что нижняя челюсть при обратном своем смыкании полностью блокирует нормальное развитие верхней челюсти. А верхняя челюсть это самая важная зона. Зона жизненно важная, средняя зона лица, она всегда должна очень хорошо быть развита. Следующий наш ребенок с обратным типом прикуса, которому мы проводили коррекцию по верхней челюсти на расширители неба и на аппарате для выдвижения верхней челюсти вперед. Аппарат лицевая маска. Мы достигли вот таких изменений по его улыбке. Верхние зубки теперь полностью видны. Достигнут хороший объем по верхней челюсти. У ребенка совершенно другие пропорции лица. Посмотрите на его профиль. Совсем другая гармония и носогубной области, и области подбородка. Совсем другая линия щек. Ребенок гармоничен. Счастливы родители. Ребенок не чувствует никаких в себе комплексов по поводу того, что зубки не видны, так как были видны у остальных деток. Также подлежит коррекции и лицевая асимметрия в самом раннем возрасте, так называемый косой либо перекрестный прикус. Такие коррекции мы начинаем очень рано и в возрасте 4 и 5 лет. Как правило, обращаются родители сами, потому что важен не только для них прикус. Может, они не обращают внимания, как смыкаются зубки. Важна эстетика лица. А эта ли эстетика очевидна. Обратился ребенок и родители, у которых была такая асимметрия лица, и вся нижняя челюсть смещалась в правую сторону. Вы видите, насколько эта асимметрия заметна для окружающих. В этом ребенке была проведена коррекция только на молочных зубах в молочном прикусе. Мальчик носил аппарат-расширитель. И также мы использовали специальные накусочные площадки в области расширителя для того, чтобы компенсировать прикус по высоте. Прикус был полностью откорректирован только в фазе молочных зубов. Курс лечения очень короткий – 5-6 месяцев. И мы достигли вот таких вот показательных изменений улыбки и лица нашего малыша в целом. Все очень тоже довольны. В раннем возрасте в молочном прикусе мы можем корректировать профилактически узкую челюсть для того, чтобы готовились постоянные зубки в более лучших условиях для своего прорезывания. И также можно проводить коррекцию десневой улыбки. Давайте посмотрим на следующий случай. Тип десневой улыбки связан с тем, что верхняя челюсть достаточно узкая, и верхняя челюсть развивается по вертикальному типу. Она больше развивается вниз. При этом, когда ребенок улыбается, обнажается достаточно сильно зона красной десны, так называемая красная улыбка. В результате коррекции при помощи аппарата расширителя верхней челюсти мы гармонизировали размеры верхней челюсти. Мы сделали ее пропорциональной. Не только длинная верхняя челюсть стала, но верхняя челюсть стала хорошая, объемная, широкая. Мы подготовили все молочные зубки к прорезыванию новых постоянных зубов и достигли, закрепили этот результат уже для постоянного прикуса. В более позднем возрасте мы подходим к лечению дистального прикуса. Это комплексная проблема, которая требует комплексной реабилитации. Лечение может проходить одноэтапно в самом раннем возрасте, когда мы ребенку предлагаем носить сразу две пластинки на верхнюю и нижнюю челюсть, либо коррекция может проходить двухэтапно, когда в раннем возрасте для удобства ребенка и для удобства родителя мы активно занимаемся развитием верхней челюсти, а в более старшем возрасте, к возрасту 9-10 лет, корректируем и закрепляем правильный прикус по нижней челюсти. Тот случай, который мы уже с вами рассматривали на нашей странице в Instagram, это был наш пост, коррекция дистального прикуса, комплексная проблема, которая связана была и с ротовым дыханием, и с мыканием губ, и профункцией, и со слабостью мышечного каркаса лица. Мы видим на лицо эти все изменения, узкая верхняя челюсть, выступающие верхние зубы, абсолютно не видны нижние зубы, узкий длинный тип лица. В профиль тоже эти изменения очень показательны. Конечно, хочется более правильной гармонии для этого лица и более правильного развития прикуса. В первой фазе лечения мы использовали в раннем сменном прикусе в возрасте 8 лет съемные пластинки на верхнюю и нижнюю челюсть, так называемое парное лечение, когда мы расширяем и верхнюю, и нижнюю челюсть. И в более позднем возрасте, в возрасте 9-10 лет, мы использовали двучелюстной аппарат, функциональный аппарат, который помогает поддержать прикус уже в правильном смыкании. Здесь очень информативно видно, что нижняя челюсть при получении этой коррекции автоматически сама устремляется в более переднее положение. Ей удобно держать нижнюю челюсть кпереди, и это формирует и правильное закрепление на уровне мышц. Правильно формируется лицо, вытягивается нижняя челюсть, становится удобнее дышать, правильная позиция для языка, происходит замыкание всей этой гармонии челюстей на гармонии лица. В более позднем возрасте этому ребенку была проведена коррекция еще и на брекет-системе, в связи с тем, что всегда есть важный фактор в самом конце смены зубов, это фактор прорезывания клыков на верхней челюсти. И, как правило, в этом возрасте мы решаем, как мы будем двигаться дальше с брекетами, либо нет. Не каждому ребенку это показано, но если нужно дополнить курс лечения по функциональным аппаратам на курсе лечения на брекетах, мы всегда это используем. И концепция ФЭЙС это приветствует. Прежде всего, это раннее лечение на аппаратах, и в последующем, если есть на то показания, курс лечения на брекетах. Второй тип дистального прикуса, который тоже связан с задним положением нижней челюсти, это наш ребенок, тоже наша девочка в раннем сменном прикусе, в котором мы проводили функциональное лечение при помощи аппаратов Твинблок, так называемые двойные пластинки, либо блоки, которые помогают держать нижнюю челюсть только в одном прикусе, только в правильном прикусе. И Твинблок, хотела отдельно о нем поговорить, что это очень комфортный и корректный аппарат, аппарат практически 24-часового ношения. Это аппарат, который был придуман его разработчиком, британцем Вильямом Кларком, для того, чтобы было ребенку комфортно носить его в школьные часы, для того, чтобы ребенок не снимал аппарат на еду, для того, чтобы ребенок его не терял, не пользовался постоянно вот этим съемным механизмом, одевать пластинку, снимать пластинку. С аппаратом Твинблок ребенок может спокойно раскрывать рот, аппарат находится отдельно на верхней челюсти, отдельно на нижней челюсти, ребенок может кушать, открывать-закрывать рот, отвечать на уроках и максимально использовать этот аппарат в коротком курсе 6-8 месяцев, либо до 1 года. Результат будет тоже очень-очень положительным. Видим дистальный прикус, полный глубокий прикус, не видно абсолютно нижних зубов, и нижняя челюсть находится далеко кзади. В результате ношения аппарата Твинблок и нормализации высоты в боковых участках было достигнуто хорошее выдвижение нижней челюсти и хорошее расширение средней зоны лица. Мы видим развитие нашей девочки, очень хорошее стало гармоничное широкое лицо, и хорошо развиваются челюсти для будущего наших постоянных зубов. Дистальный прикус с задним положением нижней челюсти в более позднем возрасте. Тоже классическая схема, когда мы можем проводить коррекцию. Возраст 10, 11, 12 лет – это тот возраст, который мы называем пиком роста для нижней челюсти. Если по каким-то причинам нижняя челюсть не занимала корректное положение в начале развития, в начале смены зубов, это оптимальный возраст для того, чтобы закрепить ее положение в правильном прикусе. Мы начали с подростком, с вот такой стартовой картины, когда нижняя челюсть находилась далеко кзади, когда была выражена ментальная борозна, так называемая подбородочная складка, когда было запрокидывание головы, когда было изменение наклона позвоночного столба. И в результате коррекции двухэтапным на съемных аппаратах и на аппаратах второго типа, на аппаратах несъемного типа брекет-системе, мы достигли хорошей гармонии по прикусу и хорошей гармонии по лицу в целом. Вот классический пример того, что с подростками тоже можно заниматься коррекцией лица и начинать лечение никогда не поздно, даже если вы уже рассчитываете на то, что все молочные зубы готовы полностью-полностью поменяться. Смена зубов – это, конечно, самый лучший возраст для того, чтобы проводить коррекцию, потому что челюсти активно растут. Ну и сам факт прорезывания постоянных последних зубов – это тоже очень хороший последний пик всплеска роста челюстей, когда мы можем проводить качественную коррекцию. Пусть это будет уже коррекция и на брекетах, и на аппаратах, но она реально возможна, и у подростков мы тоже можем приводить к таким значительным изменениям лица. Я сегодня благодарю вас за вот эту вот минуту внимания по нашей вводной части. Я очень рада, что мы предложили вам, была возможность предложить именно эту презентацию и вот так вот демонстрационно и показательно рассказать о результатах нашего лечения, как мы проводим коррекцию у детей раннего возраста, у детей школьного возраста, у подростков. И сейчас, я думаю, оптимальное время, чтобы вступить с вами в диалог, для того, чтобы ответить на ваши вопросы и дать обратную связь по основным, скажем так, вопросам. Давайте, Катенька, вы мне поможете. Что думаете по короченной уздечке верхней губы? Короткая уздечка верхней губы абсолютно не мешает ортодонту. Уздечка губы не может удержать верхнюю челюсть от правильного роста. Эта уздечка – это всего лишь дупликатура слизистой, очень-очень тоненький тяжек. Поэтому с вот этим натяжением в области верхней губы у ортодонтов, как правило, не возникает никаких вопросов. Диастема вообще для нас в сменном возрасте не помеха. Мы всегда любые промежутки между зубами считаем желаемыми промежутками. Это наш хороший показатель того, что у верхней челюсти есть достаточный объем и хорошее место. Поэтому в раннем возрасте мы коррекцию уздечки верхней губы, как правило, не проводим и не рекомендуем. Ждем прорезывания всех четырех постоянных резцов. Это возраст 8,5-9 лет. А если есть показания, то ждем и прорезывания верхних клыков. Это вообще самый замыкающий момент по формированию прикуса. Это возраст 11-12 лет. То есть в принципе в сменном периоде прикуса можно не обращать внимания на диастему и можно не обращать внимания на уздечку верхней губы. Коррекция, необходимость в решении данного вопроса может проходить в более поздние этапы. Что вы думаете по поводу остеопатической коррекции? Работаете ли вы с остеопатом? Вы знаете, мы работаем с врачом-ортопедом. Связка, о которой я уже говорила, это лор-специалист, ортопед и логопед. Все эти специалисты есть в нашем педиатрическом отделении, в нашей клинике Фэнтези. Да, мы работаем, потому что мы видим ребенка в целом. Мы видим не просто его лицо и лицевые пропорции в целом. Мы смотрим на сам организм в целом. И здесь вот как раз концепция остеопатическая, она довольно-таки востребована. Потому что, чтобы видеть правильность развития либо отклонение от правильного хода развития, необходимо смотреть на проблему в целом. Как говорится, чтобы увидеть всю красоту Эйфелева башни, нужно быть на расстоянии. То есть нужно смотреть на расстоянии, на проблему в целом. И вот здесь как будто остеопатические методики, когда мы гармонизируем весь опорно-мышечный аппарат, нормализируем скелет, нормализируем с нормализацией каркаса, осанки, постуры. Это важный аспект. Мы работаем в этом смысле с врачом-ортопедом. Есть разные методики. Методики БОСа, методики АЛФ. Это определённые такие уже углублённые методики, которые в большей мере могут работать с сформированным прикусом, с прикусом постоянных зубов. Потому что это уже стабильная система. Здесь важно сделать так, чтобы две челюсти работали правильно. Но без изменения формы челюстей, к сожалению, это невозможно. Поэтому какие бы ни были замечательные остеопатические методики, это всё-таки разные специальности. Ортодонт – это ортодонт, он занимается формой челюстей, а остеопат и остеопатом занимаются функцией. И, конечно же, всегда смотрите на результаты. Результаты ортодонтии налицо. Никакими другими методиками зубы не перемещаются. Никакими воздействиями на швы, никакими воздействиями на мышцы зубы не перемещаются. Перемещается челюсть. Но если форма челюсти изначально имеет какой-то изменённый размер, как можно сопоставить две разные, например, пары обуви? То есть определённые должны быть правильные пропорции, правильной формой занимается ортодонтия. Чтобы исправить положение формы челюсти и формы зубов, мы прибегаем к специалисту-ортодонту. С остеопатом, с ортопедами взаимодействуем. Ребёнок спит с открытым ртом. Это влияет на формирование неправильного прикуса? Да, конечно, мы с этого начали. Открытый рот – это частая проблема. Рекомендуем решать эту проблему с раннего возраста. Отказаться от всех вредных привычек. От ночных кормлений, от ночных бутылочек, от ночных паильников, от сосок. От запрокидывания ночью головы. Должно быть хорошее удобное место в кроватке у ребёнка. Хорошая правильная подушка. И всячески правильное положение ребёнка во время сна. То есть сама позиция ребёнка во сне тоже формирует запрокидывание головы, расслабление нижней челюсти и ослабление из-за этого мышц. Хорошую терапию дают миофункциональные аппараты. Первые тренеры, если это малыш, первые инфант-тренеры. И мы рекомендуем проводить к тренерам небольшое тейпирование. Это определённая поддержка для губ, когда на ночь делается небольшая подклейка в виде бумажного пластыря. При помощи этого пластыря и тренер лучше удерживается во рту, и губки приобретают определённый тонус, и легче их удерживать вместе. Подскажите, пожалуйста, чем отличается несъёмный аппарат от пластинки съёмной? Верхняя челюсть чуть вперёд, 7 лет. Несъёмная пластинка и съёмная пластинка. Это пластины, которые работают по изменению самой челюсти. Как правило, мы работаем с челюстью в расширении, и пластинки эти используем с винтиками. Винтик можно поставить в любую пластинку, в пластинку съёмную и несъёмную. Это удобство для ребёнка, удобство для родителей, удобство для врача. Если мы лечимся на несъёмной пластинке, у нас будет быстрый и качественный результат, потому что пластинка 100% будет находиться на челюсти и 100% будет работать с нёбом. В несъёмном типе аппарата есть определённая конфигурация винтика, когда вся сила винта передаётся сразу же на нёба. Просто винт располагается в такой части свода нёба. Если же мы работаем со съёмной пластинкой, то винт располагается в пластмассе, в базисе, а на зубке винт отдаёт силу в меньшей степени. Пластинка снимается. На съёмной пластинке мы можем лечиться год и больше, для того чтобы поддерживать результат. На съёмной пластинке у нас всегда есть эффект качели. Мы челюсть расширяем, челюсть без пластинки сужается. Мы челюсть расширяем, челюсть без пластинки сужается. Так называемая гармошка. Поэтому на съёмном аппарате нам всегда нужно больше времени и больше промежуток, больше курс лечения для того, чтобы поддержать правильный результат. Но в нашей практике несъёмный тип коррекции даёт очень быстрый, хороший результат. И что самое важное, активация любого аппарата проводится индивидуально по схеме врача. Это может быть быстрая активация, полубыстрая активация, либо медленная активация. И какой бы аппарат ни был установлен ребенку, активацию и вот эту схему активации будет назначать врач. Это может быть и мощный аппарат, несъёмный, с мощным винтом, но активация будет проводиться медленно, один раз в неделю. Или это может быть очень быстрая активация, и тогда курс лечения может быть закончен за 3, 4 или 5 месяцев. Какие показания к ним? Подскажите, пожалуйста, у дочки, грубо говоря, некоторые зубки сложились вовнутрь. С чего начать? И какие показания к ним? Какие показания к пластинкам? К несъемным пластинкам показания одни. Это потребность в хорошем расширении неба и в хорошем расширении верхней челюсти. Без хорошей верхней челюсти ребенку будет неудобно удерживать язык в правильном положении. А язык это первопричина формирования всех последующих комплексов по неправильному прикусу. Поэтому внутри в полости рта все должно быть удобное для языка. Полость рта должна быть объемна, должен быть хороший большой объем для того, чтобы язык располагался вверху на своде неба. А если челюсть узкая, если свод неба узкий, готический, высокое небо, никогда мы не разработаем правильный прикус никакими тренерами, никакими функциональными методиками, никакими остеопатическими методиками. Поэтому прежде всего нужно хорошо расширить небо. Расширитель в большей мере работает, конечно, несъемного типа. Для этого нам важно хорошее качество молочных зубов. Используем мы расширители с опорой на молочные зубы, потому что молочные зубки у ребенка находятся в середине, в челюсти. И это хороший очень вектор для того, чтобы челюсть расширить в правильном направлении в области неба. Молочные зубки должны быть хорошие в своем качестве, поэтому зубки должны быть пролечены, либо зубки должны быть здоровы. Как правило, у каждого ребенка мы это контролируем. С каждым ребенком мы взаимодействуем с детским стоматологом. У нас сейчас с этим проблем абсолютно нет. Все зубы у ребенка молочные в хорошем состоянии в течение всего курса лечения. И, как правило, мы используем самое главное условие, чтобы были молочные зубы, на которые можно опираться. И тогда несъемный тип аппарата – это абсолютное преимущество. У дочки, грубо говоря, некоторые зубки сложились внутрь. С чего нужно начать? С чего мы начинаем? Скорее всего, есть функциональная проблема со смыканием губ, потому что профиль расположения наших зубов и тип смыкания зубов напрямую зависят от смыкания губ. Поэтому, скорее всего, у ребенка есть повышенный тонус губ. Парафункция губ есть, возможно, вредная привычка. Мы что-то накусываем, либо мы очень сжимаем губы, либо у нас есть определенный интровертный тип развития, когда ребенок много переживает, когда ребенок много всего обдумывает. И такое напряженное у него лицо, и напряженно он держит сомкнутые губки. При этом очень важно дать правильную высоту прикуса и немножко ослабить тонус около ротовой мышцы, и между зубками поместить либо пластинку с базисом из пластмассы, которая будет разводить две челюсти и снимать вот этот повышенный тонус с около ротовой мышцы и с щечной мышцы, и будет точно так же расширять. То есть расширение необходимо в любом возрасте, и расширение будет только способствовать тому, что постоянные зубки будут прорезаться правильно. Поэтому любой тип пластинки, ну, как правило, это пластинки с накусочными площадками, либо пластинки на верхнюю челюсть, расширители. Дочке 11 лет, клыкам не хватало места, и выросли они вторым рядом. Да, бывает такое часто. В нашем возрасте коррекция помимо брекетов возможна или, возможно, еще какая-то. Да, действительно, когда мало места для всех зубов на верхней челюсти, когда челюсть узкая, мы проводим два типа коррекции. Это даже в вашем возрасте, в таком раннем подростковом возрасте. Это расширение челюсти. Мы челюсть еще расширяем. И коррекция на брекетах, потому что все зубки все равно нужно будет выставить правильно. И клыки будут нуждаться в том, чтобы они опустились. И хорошо возле них стояла еще и улеглась хорошо десинка. Поэтому курс лечения на брекетах – да, но и курс лечения на аппарате. Аппараты для подростков мы тоже используем. И здесь это могут быть аппараты с опорой на постоянные зубы. И работаем точно так же с небом. Пожалуйста, обращайтесь к нам в клинику на консультацию. Это может быть онлайн-консультация. Мы более детально тогда сможем рассказать, какой это тип аппарата. Но это все возможно. И сколько нужно будет носить брекеты. С курсом лечения на аппарате брекеты мы носим в меньшей степени. То есть курс лечения на брекетах ранний. Он тогда укорачивается. Носили съемную пластинку для расширения верхней челюсти, но места все равно не хватило. Да, действительно, к нам приходят родители и детки, которые носят пластинки. И они даже готовы в нашем кабинете оставить, попрощаться со своей съемной пластинкой. И мы переходим с ними на несъемную пластинку. И результат на второй месяц. Поэтому, пожалуйста, приходите, показывайте, какой результат у вас был на съемной пластинке. И мы вам покажем больше. У нас есть очень много презентаций, очень много демонстраций. Мы всегда это делаем на наших консультациях. Мы работаем в тесном контакте с родителем. И мы показываем самый главный результат ребенку. Ребенку видно, ясно, что нужно носить и какой результат. И поверьте, если у вас уже был хоть какой-то курс расширения челюсти, челюсть уже будет лучше и быстрее поддаваться. На несъемном аппарате мы сможем сделать работу быстро. И вы будете довольны результатом. Это стопроцентная гарантия. У нас короткая уздечка языка. Нужна ли операция? Как влияет на развитие? Значит, смотрите, если ребенок, уже, скажем так, маленький ребенок, но зрелого возраста, у которого уже есть все молочные зубки, 2-3 года, это не возраст для коррекции уздечки языка. Возраст и показания для коррекции уздечки языка – это ранний младенческий возраст, неонатальный, когда у нас есть плохая прибавка в весе. Это возраст первого месяца после рождения, второго месяца после рождения. Когда ребенок плохо сосет, проблема с естественным скармливанием, либо заглатывается от искусственного скармливания, либо не набирает вес. Тогда это показания для того, чтобы уздечка языка рассекалась, чтобы было правильное окормление и правильное развитие ребенка раннего возраста. В более старшем возрасте мы ждем сотрудничества с логопедом, поэтому в 2-3 года, это тоже не возраст, чтобы делать коррекцию уздечки языка, мы направляем этого ребенка к логопеду. Если мы сделаем коррекцию уздечки языка, у нас появится наш уже хирургический тяж, рубец, который будет удерживать еще в большей мере язык и будет связывать его. Поэтому важно сначала хорошо растянуть уздечку, хорошо натренировать язык, тянуться вверх и хорошо работать с логопедом. И коррекцию уздечки языка мы можем и не назначать и до возраста первых постоянных зубов, а работая только вот в этом раннем возрасте с логопедом. Если уже ребенку в раннем школьном возрасте, либо в дошкольном, к 6-7 годам нужна реабилитация для того, чтобы была хорошая речь и хорошая артикуляция дикции, мы можем тогда проводить такую коррекцию по уздечке языка с обязательной меогимнастикой в послеоперационном периоде. Но единственное показание – это полная реабилитация ребенка для школы, для того, чтобы у него уже была правильно поставлена речь, для того, чтобы ребенок не чувствовал себя без комплекса. Подскажите, пожалуйста, можно ли установить несъемный аппарат на верхнюю челюсть? Есть только тройки и пятерки, но они под коронками. Вы знаете, вот это классический вариант, который нам подходит, потому что нам всегда нужны именно эти зубы. Нам нужны зубы крайней пятерки, нам нужны зубы промежуточной тройки. Поэтому то, что они у вас есть и поставили на них коронки, это говорит о том, что зубы с корнем и было что спасать, то есть было на что ставить коронки. Конечно же, мы исследуем эти зубчики на компьютерной томограмме, посмотрим на состояние их корня, но я думаю, что это не проблема. Мы можем зафиксироваться коронкам, мы специальную обработку проводим металлических коронок специальным порошком с абразивом и фиксируем аппарат на коронке. А в области клыков тоже может быть определенная лапка с накладкой и зубки, да, можно использовать для расширения. Будет хороший результат. Добрый день, лечимся у ортодонта в вашей клинике. 8 лет, носит несъемный аппарат, стоит уже полтора года. Да, мы здесь 15 месяцев, мы обсуждали в некоторых случаях, проводим лечение. Активация последняя была в декабре. Сказали продолжать носить, пока не прорежутся верхние двойки. Да, классическая схема. Мы можем назначать аппарат только в молочном прикусе и не ждем прорезывания постоянных зубов. Но если мы начинаем лечение со смены зубов, с первыми постоянными зубчиками, мы рекомендуем снимать аппарат, когда прорежутся зубы двойки. То есть, когда на верхней челюсти будет 4 резца. Это очень правильно, и это будет хорошим залогом того, что верхняя челюсть не поменяет свой размер. То есть, чем больше постоянных зубов прорежется, тем стабильнее будет размер верхней челюсти, и тем стабильнее будет ваш результат. Все верно. Есть резцы. Действительно, так долго нужно носить аппарат? Да, иногда мы носим аппарат и до полутора лет, но иногда и курс короче. Спасибо за ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, у дочки, грубо говоря, некоторые зубки сложились внутрь. Суспеопатом. Да, и мы еще говорили, был вопрос про выступающие зубки на верхней челюсти. Те аппараты, которые используем мы, позволяют решить вопрос выступающих зубов на верхней челюсти. Мы можем использовать курс коррекции и без брекетов, курс с ношением специальных резиночек, либо курс лечения с аппаратом, у которого будет небольшая вестибулярная дыга, то есть такая внешняя полосочка, которая будет помогать немножко задвигать зубки. И вот именно выступающие резцы являются показанием для ранней коррекции, потому что выступающие зубки на верхней челюсти это всегда риск травмы у ребенка. Мы стараемся проводить такую коррекцию как можно раньше. Постоянные единички прорезались, постоянные центральные зубки прорезались в выступающем положении. Возраст 7 лет надо проводить коррекцию. Ребенок может упасть, травмировать, может быть, вывих этого зуба, может быть, перелом этого зуба, может быть, травма десны возле этого зуба. Поэтому в самом раннем возрасте, как только прорезаются вот такие выступающие зубки, лучше проводить коррекцию. Вариантов лечения всегда два. Есть вариант коррекции с брекетами, когда выступающие зубки мы корректируем на брекетах. И это первые брекеты. Возраст 7-8, 8,5 лет. Либо курс лечения на аппаратах, на пластинках. Да, такие курсы мы проводим. И важно зубчикам у этого ребенка помочь занять правильное положение, потому что очень высокий риск травмы. Значит, мы ответили на все ваши вопросы. Если постоянные резцы... Да, новые есть вопросы. Как проводится коррекция десневой улыбки? Как можно помочь не открывать рот во время сна ночью? Не открывать рот во время сна ночью. Прежде всего, важен хороший тонус. И хороший тонус всех мышц. Это не только мышцы губ. Это мышцы всей околородовой области. Мимические мышцы. Это мышцы щечные. То есть с ребенком нужно тренироваться в течение дня. Мы говорим о хороших упражнениях по надуванию, раздуванию щек. То есть удержание воздуха за щеками. Это всяческие игры с надуванием, раздуванием ветрячков, одуванчиков. Дуть в трубочку. Пить воду из трубочки. Пить сок из трубочки. Это всяческие упражнения с духовыми инструментами. Сопилка, дудочка, трубочка. То есть максимально разрабатывать свои мышцы около ротовой области, челюстные и щечные мышцы. В ванной комнате возьмите за привычку всегда иметь на подставочке не только зубную щетку и зубную пасту, но и стаканчик для полоскания. Потому что ребенка с раннего возраста важно приучать правильно и полоскать ротик. Для того, чтобы энергично работали щечки, энергично работали губки, приучать держать воду за губами, за щеками и хорошо работать губами. Важно и общее физическое развитие ребенка, и укрепление ребенка. То есть ребенок должен много гулять, ребенок должен хорошо дышать в течение дня. У ребенка должна быть физическая активность. То есть слабый ребенок в корпусе, если ребенок ничем не занимается, сутулиться, ребенок мало гуляет, дышит плохо, нос заложен и днем. Это слабый и мышечный каркас в зоне лица. Поэтому физически ребенок должен здоров, мы должны максимум заниматься здоровлением ребенка, для того, чтобы и мышцы его околородовой области тоже имели хороший тонус. Это занятие с логопедом, потому что речевая артикуляция, речевая дикция, произношение определенных фонем, это определенная динамика мышц губ, мышц языка и щечных мышц. То есть ребенок должен хорошо, качественно говорить, и то же самое мы должны делать с ним дома. Читаем вслух, учим стихи, максимально просим его произносить звуки правильно. То есть вот такая вот дыхательная тренировка, а потом мышечная тренировка, определенные упражнения, логопедическая тренировка, когда мы все хорошо проговариваем и хорошо двигаем языком. Ну и плюс ко всему, если не помогает вот эта вся дневная терапия, то используем в течение сна правильную подушку и правильная позиция шейного отдела позвоночника и правильное положение головы, чтобы голова не запрокидывалась и ротик не открывался. То есть стараем подбородочек прижимать и используем тейпирование для того, чтобы была бы хорошая поддержка для губ. Можно использовать первые тренеры, они дают хорошую оттяжку для мышц губ, то есть они стимулируют губки изнутри. И в тренеры есть небольшие отверстия, которые ребенку первое время помогают дышать еще смешанно. Но в последующем мы меняем тренер, отверстие становится меньше, и ребенок переходит на уже правильный носовой тип дыхания. Если же есть органическая проблема, то есть ребенок плохо дышит, потому что у него аденоиды, то, конечно, это все нужно продиагностировать и направляем на коррекцию к лор-специалисту, либо на консультацию. Если постоянные резцы прорезались в сторону языка, значит, смотрите, постоянные резцы, если мы говорим о первых зубчиках, которые появляются, так и должны. Они прорезаются со стороны язычка, но дальше они двигаются в сторону губы. В этом проблем нет. Если это возраст 5,5-6,5 лет, это все исправится самостоятельно. Мы такую коррекцию внизу на нижних зубчиках вначале не назначаем. Подскажите уздечку верхней губы. Нужно ли удалять уздечку верхней губы, либо нужно удалять зубки? Нужно ли удалять молочные резцы, когда постоянные резцы режутся со стороны языка? Если молочный зубчик не раскачивается, то молочный зубчик нужно будет удалять, потому что он считается зубчиком, который задерживается, персистирует. Тогда нужно дать ход уже постоянному зубу, потому что он уже есть. Если же молочный зубчик раскачивается, то чем больше раскачивается молочный зуб, тем лучше будет стимулироваться кость и десна в этой зоне, тем лучше будет кровоток, а чем лучше будет кровоснабжение, тем лучше будет зона для прорезывания постоянного зуба. Поэтому мы рекомендуем молочные раскачивающиеся зубки не удалять, раскачивать дальше самостоятельно. Чем больше ребенок работает с этим зубчиком, тем больше будет эффект, будет больше кровоснабжаться, будет больше обменные процессы в зоне десны. И постоянные зубки будут занимать свою позицию более правильно, потому что будут лучше кровотоки. Ребенок 3 годика, нет 4 передних зубов, удалили. Можно ли поставить протезик или что-то еще, или заменить потерянные зубки, сколько займет это времени. Спасибо. Значит, у ребенка 3 лет с потерей передних рисов важно оценить речевую активность. Если ребенок говорит хорошо, и его губы, и язык имеют правильный уклад и компенсируют отсутствие зубов, то мы знаем таких деток, у которых такая беглая речь, что даже и без зубов они чувствуют себя полностью восстановленными, они не чувствуют никаких проблем в связи с тем, что нет зубчиков. Для другого ребенка отсутствие передних зубов критично, потому что нет упора для языка, и язык тогда проваливается полностью вперед. То есть, если у ребенка есть тенденция к тому, что язык изначально неправильно работал, и была пролохая речь, либо была медленная речь, либо недостаточно развилась речь, то да, такой протезик необходим. Это может быть несъемный аппарат с зубчиками приставными. Для этого это может быть аппарат-пластинка с искусственными зубчиками, которые будут помогать делать правильную посадку для языка, восстанавливать отсутствующие зубки, ну и правильно располагать губку. Сколько времени это займет? Значит, если мы изготавливаем такой аппаратик, то мы носим его до возраста 5-6 и смотрим дальше. То есть, если ребенку сейчас 3 годика, то да, этот аппарат будет длительного ношения. В этом случае мы рекомендуем тогда, возможно, рассматривать съемный аппарат, потому что он подлежит более частым коррекциям, его можно раскручивать, немножко будут меняться зубки, зубки будут тоже чуть-чуть появляться между ними в промежуток, но это аппарат длительного ношения. Если это будет аппарат несъемный, такой аппарат нужно будет менять чаще. Но опять-таки все зависит от изначальной функции речи у вашего ребенка. Если с речью все в порядке и с функцией язычка все в порядке, то многие детки чувствуют себя беззубами, очень даже счастливы и очень даже компенсированы до возраста, пока не появятся первые постоянные зубы. Первые постоянные зубки это возраст 6-6,5 лет, но если молочных зубов у вас не было по причинам того, что ранее они удалились, то поверьте, постоянные зубки вы получите раньше. Они будут опроризаться и опускаться намного раньше. Потом постоянные зубы будут криво расти. Пластинка съемная? Значит, да, тогда пластиночка съемная. Могут ли потом расти криво постоянные зубы? Конечно. Все, что происходит в фазе молочного прикуса, может влиять на развитие челюсти уже с постоянными зубами. Поэтому если в молочном прикусе зубов стало меньше, челюсть от этого становится меньше по размеру, потому что просто меньше распорок в челюсти, меньше зубчиков, то и тогда это может передаться и для постоянного прикуса. То есть ширина челюсти будет тогда меньше. Как правило, при потере зубов челюсть сразу сужается. Поэтому, конечно же, лучше восстанавливать, может быть, тот вариант, который мы обсудили. Съемная пластинка с зубчиками. Все, мы обсудили наши все вопросы. Я очень благодарю вас за эту активную связь, потому что нам приятно с вами взаимодействовать. Мы вообще с радостью отвечаем всегда на вопросы. Мы с радостью и работаем в это сложное, непростое время. Мы с радостью консультируем онлайн. У нас всегда есть для вас какие-то предложения. Мы хотим с вами взаимодействовать, хотим вам помочь, потому что мы работаем с самым-самым замечательным сегментом. Мы работаем с детьми, это все нам в радость. Мы хотим менять их лица, мы хотим менять их улыбки. Мы хотим, чтобы все были здоровыми. Очень приятно провести с вами эфир. Всем вам большой-большой привет. Вся наша команда Denpal Fantasy передает вам большой привет. Всем приятно.